Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Галина Конышева. Сегодня 20 августа 2022 года. Это внеочередное видео по теме версии гибели Юрия Васильевича Шатунова. Благодарю своих подписчиков, которые подкидывают иногда интересные идеи. И так очень много так называемой мистики или судьбы, как нам пытаются внушить многие СМИ, многие комментаторы. Если я придерживаюсь версии того, что это умышленное заказное убийство, группой лиц, то есть люди, которые считают, что это всё сложилось, как сложилось, а многие находят мистику в этом во всём и говорят, ну, это просто судьба, ну, так сложилось. Ещё есть версия того, что Юра умер, потому что он прививался. Я считаю, да, это его ошибка, но умер он не от этого. Я считаю, что он был именно убит, а не просто умер от прививки или от последствий прививки. Ну, и нахожу, естественно, массу подтверждений, косвенных улик, потому что я не следственный комитет, я не могу обвинять огульное, я просто могу иметь своё мнение. Я его высказываю на своём канале, своё субъективное суждение или свои фантазии, вот так можно сказать, потому что кто-то говорит, что я слишком много фантазирую. Да, хорошо, я с вами согласна. Я фантазирую, это всё фантазии. Ну, и давайте фантазировать дальше. Вот такая информация, женщина написала о том, что Светлана, день рождения у Светланы тоже имеет цифру 23. Ну, я думаю, случайно ли это? Я не верю случайности, занимаясь расследованиями, занимаясь исследованиями, альтернативной истории. Я не верю ни в какие случайности. Я вижу кругом подлог и хитрую руку иезуитов, глобальных, глобальных иезуитов. Они любят цифры, они цифровики сами, люминалы, иллюминаты, люциферы, циферы. Они любят цифры, они любят кабалу, они всё туда подводят. Они просто балдеют от этого, буквально, буквально. Это во всех других вещах. Ну, и в данном случае нам предлагают сказать, что это тоже судьба. Вот давайте теперь посмотрим. Директор Шатунова заявил, что певец мечтал умереть с женой в один день. Директор Шатунова ещё заявил о том, что Юра родился в скорой помощи, и Юра умер в скорой помощи. То есть вот у нас уже такие красивые моменты, как бусинки для ожерелья судьбы. Очень красиво, чтобы больше было мистичного такого. Чтобы скрыть прозаичное, жестокое, коварное, циничное убийство. Ну, я так фантазирую. Итак, почитаем, что же он сказал Нью Информ, этот директор Шатунова. Слишком большую роль он играет, да, в жизни Юрия Шатунова, этот директор. Чересчур его, не много ли его вообще? Такое ощущение, что его слишком много везде. Директор певца Юрия Шатунова Аркадий Кудряшов рассказал о большой любви артиста к супруге Светлане. Исполнитель хита «Белые розы» хотел умереть с женой в один день. Так, когда это у нас дата? 27 июня. Вот смотрите, вот только Юра умер, и у нас вот выходит такая статья. Буквально через 4 дня после смерти. Ну, это круто же. Хотел умереть с женой в один день. Это прям Ромео и Джульетта. Да, и это Аркадий Кудряшов как раз того возраста, когда в советские времена был один из любимых фильмов у молодежи, у подростков в том числе. Это Ромео и Джульетта. Возможно, он тоже смотрел этот фильм, и вот так ему пришло в голову. А может быть, не ему пришло, может быть, ему подсказали. Я фантазирую. Кудряшов отметил, что Шатунов был добрым, отзывчивым и прекрасным семьянином. Музыкант безумно любил супругу и хотел умереть с ней в один день. Опять-таки, супруга ничего не говорит. Никто не слышал о том, что говорила ли это супруга. Всё говорит только один человек, это директор. Про всё, вот про все вещи говорит только он. Больше никто. Никто, кстати, не видел, уполномочен ли он вообще говорить за всех. Но, тем не менее, это происходит. Он говорит за всех. За жену он говорит постоянно. То есть её нету, её отодвинули, но он за неё говорит. Когда они женились, Юра сказал. То есть он там тоже присутствовал, видимо. Юра сказал. «Светочка, я хочу с тобой прожить только с тобой до самой глубокой старости или столько лет, сколько нам будет отведено». Кстати, большой вопрос. Надо проверить. Присутствовал ли Кудряшов при бракосочетании Юры и Светы в Германии? Был ли он там в этот момент на этом торжестве семейном? Потому что он рассказывает, как бабка у подъезда. Он там был, и тут он был, и это он говорит, и про то он говорит. «Я мечтаю умереть с тобой в один день. Если ты умрёшь, я тоже с тобой умру». Кстати, люди вот после тех слов заволновались о судьбе Светланы, потому что это может быть намёком. «Вот такие были сказаны им слова», указал Кудряшов в разговоре с известиями. «Юре Шатунова не стало 23 июня, ему было 48 лет. По предварительным данным, певец скончался от обширного инфаркта». И так далее. Теперь посмотрим Светлану Шатунову. Проверить оказалось легко. Я думала, я не найду эту информацию. Оказалось, что она есть. Она есть. Вот, пожалуйста, Светлана Шатунова, адвокат, дата и месторождение 23 октября. Но я не верю в такие совпадения. Теперь, если мы… Это не говорит о том, что умереть в один день. Это не значит, что и она должна умереть в один день. Это они могут к этому подвести. Но первая часть уравнения выполнена. Вот смотрите, если мы будем читать, просто убирая все эмоциональные какие-то вещи, и просто на заголовок директор Шатунова заявил, что певец мечтал умереть с женой в один день. В один день. Вот это и езуистские такие у них. Вот так они составляют контракты, на которые, возможно, Юра и попал, поскольку он держит свое слово. Вот таким образом. Это можно трактовать как угодно. Казнить нельзя, помиловать. Директор Шутнов, вдумайтесь, просто заявил, что певец мечтал умереть с женой в один день. Да, это заголовок. Теперь посмотрим цитату. Я хочу с тобой прожить только с тобой до самой глубокой старости или столько лет, сколько нам будет отведено. «Я мечтаю умереть с тобой в один день». «Я мечтаю умереть с тобой в один день». Они выполнили как бы это его пожелание. Но если это только не сочинил сам Кудряшов или для него кто-то сочинил и сказал, вот это скажешь. Вот это скажешь, потому что так надо. То есть это спектакль. Я говорю, что это срежиссировано все, и это тоже есть один из моментов режиссуры. Вот это «я мечтаю умереть с тобой в один день». У них не сказано, что в один день они вместе должны умереть именно в один день. Здесь же не сказано, как вот в юридических документах. А здесь можно трактовать как угодно. И условия выполнены в один день, 23 числа. То есть он умер в один день, 23 числа. У нее день рождения 23 числа, он умирает 23 числа. Один день, один и тот же день, 23 число. Нормальный человек это понимает именно как то, что в один день, это значит и он, и она умирают в один день, какой-то любой один день. Но и иезуиты они понимают не так. Кто скажет, что это нормальный человек. Понимаете, нормальный человек. А у них все ненормально. Они все извращают, они все переворачивают. Они издеваются, они троллят население, планеты. И здесь это тоже троллинг, самый настоящий. Вы видите, как они себя ведут, как ведут себя по отношению к могиле, как ведут себя по отношению к самому телу, вообще к его памяти, как они это всё стирают. Вот клавишник там, вот он стирает уже информацию, он переписывает всё, он биографию свою уже переписывает. Блогеры это нашли, показывают. Они это всё будут сейчас менять. Представляете, они просто издеваются. Они даже после смерти пытаются затроллить это всё. Они пытаются стереть память о Юре Шатунове. Просто стереть её, замазать. Они нормальные комментарии тут же забрасывают спамом, спамят. Многие люди, которые просто горюют, они не видят этих трюков, не замечают. Но очень многие замечают. И слава богу, это тоже радует, что большой, довольно большой процент людей видит эту игру. То есть, значит, они не попадают под гипноз этих иезуитов. Они наблюдательны, они это видят. И уже у них вот эта игра не прокатит. Они получают намерение обратку от людей. Они получают бумеранг. Он формируется, как и Грегор. И он неизбежно придёт туда, откуда, кто его, значит, запустил. Это всё. Вот они запустили, они хотели просто рассеять. И вот расстроились. И размазать Шатунова, даже память его размазать. Но у них ничего не выходит. Будет ещё много очень всяких провокаций. Вы увидите. Волосы будут на голове стоять дымом. Какие будут провокации с именем Шатунова. Они будут ещё и дальше, и дальше это делать. Шатунова или его семьи. Но самое главное, чтобы не было замалчивания. Понимаете? Потому что у них, у иезуитов, молчание – знак согласия. А я, как человек, запрещаю топтать память Юрия Шатунова. Я, как человек, намереваю, чтобы убийцы понесли заслуженное наказание. Чтобы то, что совершили, пришло к ним. Чтобы они отвечали за свои безобразные поступки. Ваши речи вам на плечи, ребята. И ваши дела, ваши тела. С вами была Галина Конышева. Подписывайтесь на мои каналы. Телеграм-канал. До свидания.